Прошлое Прошлое, если оно связано с настоящим, помогает нам мечтать о нашем будущем. Я часто думаю, какими же были те люди, с кого начинались сегодняшние мы. Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии, были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с катурными на ногах, с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения. Так писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Я все еще влюблен в Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Это настоящие люди. Ленин. Я хотел бы вам представить этих людей. А еще лучше пусть расскажут о себе они сами. Их письма, книги, статьи, воспоминания родных и друзей. Только то, что было. Великий основоположник научного коммунизма Карл Маркс родился в 1818 году в городе Трире. Великий. Великий. Как мы привыкли к этим словам. Великий борец, великий основоположник, великий, великий. Но ведь он не родился великим. Прилагательные нашлись потом, но и они всего лишь набор слов, если не знать того, что было до них. Как он жил, с кем он был дружен, кого ненавидел, а кого любил. Элеонора Маркс писала, без Жени фон Вестфален Карл Маркс никогда не смог бы стать тем, кем он был. Карл, выпей чаю. Спасибо, Женя. Устал? Нет. Работаешь? Вспоминаю. Кого? Нас. Барона Людвига фон Вестфалена и скромного трирского адвоката Генриха Маркса, отца моего, связывала давняя дружба. Были дружны мы, их дети. Но кончилось детство, и мы с Женей стали смотреть друг на друга иными глазами. Вот почему с таким волнением я направлялся к дому Вестфаленов, где в этот вечер давали бал. Бал в доме Вестфаленов Пара юности Маркса и Женни фон Вестфален Женни! Женни! Как ты хороша в белом платье! Говоря комплименты, положено улыбаться. А господин студент почему-то печален. Почему, Карл? Учиться в университете значит не видеть тебя. Ну, все разлуки кончаются, не грусти. Постараюсь. Ты знаешь, я верю. Ты добьешься всего, что задумал. Опыт превозносит, как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а счастье. И наше счастье будет принадлежать миллионам. Чтобы отдать себя людям, нужно так много знать. Знания ты добудешь. Нужны еще силы. Хватит ли мне обычных человеческих сил? Обычных не хватит. Но твоих да. Да, да. Нужны друзья. Найдешь и друзей. А если тебе понадобится такой друг, как я... Женни! Да? Мы... Мы ни разу не танцевали вальс. Я видел, как ты танцуешь с другими, любовался тобой, но сам... Что мешает? Теперь ничего. Почему ты закрыл глаза? Разрешите пригласить вас на вальс? Да. Тебя называют самой красивой девушкой Трира. Это правда. Но только наполовину. С твоей красотой может сравниться твой ум. Негодный плутишка. Ты хочешь заставить меня сказать, что с твоим умом соперничает твоя красота? Бедная моя. Мой путь еще только в самом начале. Как долго тебе придется ждать? Дождусь. Я люблю тебя. Это значит, на всю жизнь люблю. Это я первая сказала тебе. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Мы сегодня же объявим о нашей помолвке. Не торопись, Карл. Ты же знаешь, это все не так просто. Но я ничего не боюсь. Ведь у меня есть ты. Завтра я уезжаю. Ты будешь мне писать? Пока все не уладится, нет. Прощай, любимый. Здравствуй, любимая. Субтитры создавал DimaTorzok Из переписки Карла Маркса с родителями. Мой милый сын, прошло уже больше трех недель, как о тебе нет известия. Я лично могу и подождать, но жду, что ты не заметишь успокоить бедную маму. Ведь она озабочена и встревожена. Несмотря на некоторые твои хорошие качества, ты в душе эгоист. Не сердись, милый Карл, что я интересуюсь тем, как организовано твое маленькое хозяйство. Какой беспорядок был всегда дома вокруг тебя. Книги, книги и книги. От них пыльно. Следи, чтобы комната твоя чаще убиралась. Мальчик мой, моешься ли ты губкой и мылом? Надеюсь, тебя не очень тяготят заботы любящей матери. Дорогой отец, посылаю тебе тетрадь моих новых стихов. Печатать их я не тороплюсь, но пишу с наслаждением. Ты будешь первым моим судьей. Именем твоим страниц не числя тысячи могу заполнить книг, чтобы в них гудело пламя мысли, воли и деяний бил родник, бытия открылся вечный лик, и весь мир поэзии возник, и неистощимый свет эфира, и восторг богов, и скорби мира. Прелестно! Борьбой души томимый, пока не сброшу пут, я взор ловлю любимый, уста тебя зовут, но знак любви минутный не шлют твои глаза и губы немы, будто им нечего сказать, и зря ловлют с надеждой твой свет, твою любовь. Ты взор отводишь нежный, и я сникаю вновь. Говорю, дорогой Карл, тебе со всей откровенностью, я твоих стихов не понимаю, ни их подлинного смысла, ни их тенденции. Ты правильно делаешь, что не торопишься с печатанием. Только человек выдающегося таланта вправе притязать на внимание народа, у которого есть Шиллер и Геттель. Хочу заметить, дорогой сын, что от чистоты и опрятности зависит здоровье и хорошее настроение. Кто тебе варит кофе? Ты сам? Или кто ты еще? Прошу написать обо всем касающемся хозяйства. Твоя любезная муза ведь не почувствует тебя оскорбленной прозой твоей матери. Будь здоров, мой милый, помни о Боге и о твоих родителях. Что это значит, дорогой сын? Я, конечно, не сомневаюсь в твоем усердием, в твоем твердом намерении совершить что-то дельное. Твой ясный ум, чистота твоих чувств, твоя неиспорченность не дадут тебе свернуть с правильного пути. Но подумай о своем организме, не разрушай его неумеренностью. хилый ученый, несчастнейшее существо на свете. Ежедневной прогулкой после занятия вот что тебе нужно, сын мой. Как я молю небо, дорогой Карл, чтобы оно сохранило тебя здоровым. Пусть Всевышний укажет тебе верный путь, наиболее полезный тебе. Сохраняй бодрость, преодолевай соблазны, терпение и труд все перетрут. Закажи себе на осень шерстяной жилет. Не разгорячайся, не кури и не засиживайся допоздна. Остерегайся так же простуды и не танцуй слишком много. Пиши, мой милый, почаще, мы ждем. Нежно тебя целую. Что там за история у тебя с дуэлью? И какое отношение имеет дуэли к правой философии? Это ведь просто-напросто страх перед общественным мнением и притом не всегда мнением лучших. Я убежден, что разумный человек может легко и с достоинством внушить к себе уважение, не размениваясь на пустяки. Горячо, любимый, дорогой Карл, если у тебя есть какие-нибудь пожелания к Рождеству, и если я смогу их выполнить, я сделаю все с удовольствием. все братья и сестры шлют тебе привет. А ты, как и всегда, мой самый добрый, самый хороший. из твоих писем, дорогой Карл, можно больше узнать о твоей любви к Жене, чем о тебе самом. Что ж, я одобряю твой выбор. В твоей невесте вправду есть что-то гениальное. Она приносит тебе такую жертву, на которую обычные девушки наверняка не были бы способны. Умей ценить это счастье. лучшим пробным камнем твоего характера, твоего ума и сердца, более того, твоей нравственности будет то, сумеешь ли ты сохранить этого друга и остаться достойным его. дорогой отец, у меня все валится из рук. Женни по-прежнему не пишет мне. Означает ли это, что она скрывает нашу помолвку? Или, может быть, она разлюбила меня? Твоя растерзанность мне противна. Первая же трудность заставляет тебя терзаться. Разве это сила? разве это мужской характер? Любовь требует не слов, а свершений. Да, да, любовь требует не слов, а свершений. Только образцовым поведением, только мужеством и твердостью в поступках ты можешь завоевать себе положение в обществе. Так будь же благоразумен. Создай для себя некоторый опор, но, разумеется, честным и достойным способом. Пока его положение не определилось, Женя не может поступать так, как она бы того хотела. Да, да, пока его положение не определилось, Женя не может поступать так, как она того бы хотела. Но ты должен быть совершенно уверен в ее любви. Ее гнетет то, что родители ее ничего не знают. И, как я думаю, не хотят знать. Я думаю, что мнение родственников тоже имеет значение. Да, мнение родственников общества тоже имеет значение. Но я уверен, что вы справитесь с этим. Что касается твоих писем к ней, то пусть, как и прежде, они идут через меня. В дом Весфаленов пока не пишут. Карл, милый, Женя любит тебя. Родителей же своих она решила подготавливать постепенно. Женя часто нас навещает. Еще вчера. Вчера она была у нас и, получив твои стихи, плакала слезами счастья и боли. От всего сердца желаю исполнения твоего сердечного желания. До свидания, мой милый, добрый Карл, твоя сестра Софи. не могу я жить в покое, если вся душа в огне, не могу я жить без боя и без бурь в полусне. Под ермом постыдной лени не влачить мне жалкий век, в дерзновенье и в стремленье полновластен человек. В доме фон Вестфаленов. Женя! Да? Как старший брат я обязан тебя предостеречь, сестра. Тебя назначили правительственным советником, Фердинанд, а ты решил, что твои советы представляют ценность для меня. Истинно прусская самонадеянность. Мы потомки древнего дворянского рода, и наш долг сохранить его в чистоте. Меня привлекает в людях высота помыслов, а не чистота рода. Такой ответ недостоин аристократки. Связала нас незримо навеки нить одна. душа судьбой гонима тобой окрылена. Кстати, твой нареченный моложе тебя на четыре года. Да, но... Когда он кончит свой курс в университете, тебе будет почти тридцать лет. Подумай об этом, сестра. не упрекай меня, мой любимый, за то, что я тебе не пишу. Я молчала, чтобы пощадить тебя и не расстравлять свою рану. Ах, Карл, чем дольше я предаюсь этому блаженству, быть любимой тобой, тем страшнее мне кажется моя судьба. Твоя огненная любовь остынет, и ты станешь холодным и недоступным. когда я думаю о тебе, я испытываю такую тревогу. Вся моя жизнь, все мое существо это мысль о тебе. В доме родителей Карла Маркса. господин Генрих, господин Генрих, отец готов согласиться, но мама и Фердинанд... Терпение, дружочек, терпение. Господин Генрих, господин Генрих, Фердинанд сказал, я умываю руки. А что отец, что мама? они согласны. Барон и баронесса действительно согласились. Смирился и брат Жени, Фердинанд фон Вестфален. Но мы не знали тогда, что к первому году разлуки прибавится еще шесть лет. Жени! Да, господин Генрих. Иди сюда. Дорогой отец, я должен был изучать юриспруденцию, но прежде всего почувствовал желание испытать свои силы философии. От своего идеализма я перешел к тому, чтобы искать идею в самой действительности. Я написал диалог клиант или об исходном пункте и необходимом развитии философии. Да, я верю, он добьется карьеры легче, чем его отец. Но для этого необходимо дисциплинировать себя во всем. Женю он истратил за год 700 таллеров. Да, да. Он не мот и не кутило, но когда человек чуть ли не каждую неделю изобретает новые философские системы и разрушает старый, он может разучиться считать самые обыкновенные деньги. Ты слушаешь меня, Жень? Да, господин Генрих, да. Такое письмо мог написать только великий человек. генрих. Ну, вот, она на его стороне. Нет, я уже не могу состязаться с сыном. Я слишком устал. Живите, как можете. А я... о чем вы? Господин Генрих, о чем вы? Что с вами? Господин Генрих, фрау Маркс! Генрих, Генрих. Будьте счастливы, дети мои. Генрих. Весной 1838 года мой отец умер. КОНЕЦ Окончив университет, Маркс возвратился в Трир. Как быстро летят годы! Мы ждем друг друга пять лет. Я стал доктором философии, но до чего же трудно у нас в Германии найти точку приложения своих сил? Но тебя же ждут на кафедре философии в Бонне. Да, друзья зовут меня в Бонн, хотят работать вместе со мной. Но какая иллюзия, будто германский университет, подходящее место для философа, расшатывающего традиции. Ты не поедешь в Бонн? Нет. Значит, мы с тобой не сможем... Прости, любимая, но проповедовать идеи, которые не разделяю, считаю низким. Никогда в жизни я не заплачу такую цену за тепленькое местечко. Ты не одобряешь меня? Как ты мог подумать, любимый? Есть, кроме университетской кафедры, и другая трибуна. Печать. Меня пригласили в Кёльн сотрудничать в Рейнской газете. Желаю успеха. Ты лучше знаешь, как поступить. А я... Я тебя подожду. Я не способна тебе высказать всё, чем переполнено моё сердце. Всё моё существо, мечты и помыслы, всё-всё прошедшее, настоящее и будущее, слилось в одном знаке, звуке, тоне. Я люблю тебя. Люблю невыразимо, безгранично, бесконечно и безмерно. Всё остальное поглощено этим. Конец твоей любви был бы одновременно концом моего существования. До свидания, мой ангел. Как я люблю тебя. В этом весь мой дух, мысль, жизнь. Каждое слово, каждый поступок Маркса обсуждался обывателями. Маркс отказался от адвокатуры и профессуры. Ему, видите, больше нравится сочинять статьи, чернящие наш прусский государственный строй. Интересно. Сколько платят этим газетчикам? Побольше, чем адвокатам. Иначе бы он в суде сидел. Нет, вы только послушайте, что он пишет. Да. Вот. Да-да. Свобода печати – путь к конституции. Подцензурная печать лицемерна и действует деморализующим образом. Правительство слышит только свой собственный голос. Оно это знает и, тем не менее, поддерживает в себе самообман, будто слышит голос народа. Народ же либо впадает в политическое суеверие, либо, отвернувшись от государственной жизни, превращается в толпу людей, живущих только частной жизнью. Вот так цензура убивает государственный дух. Да. Ну, и вот теперь он стал главным редактором. Тем скорее угодит в тюрьму. С ним не желает знаться даже родная мать. Они его ловко обошли. Лишили наследства за то, что он, не став адвокатом, нарушил волю отца. Ну, теперь невеста за него не пойдет. Да, говорят, его величество предлагал ему большой государственный пост, но он отклонил предложение. От этих людей неизвестно, чего ждать. Издателю Арнольду Руге. Дорогой Руге, прусский деспотизм самый лицемерный, самый мошеннический. В Пруссии ни одна собака не может жить без своего полицейского номерка. Я не могу ни писать под прусской цензурой, ни дышать прусским воздухом. И тем не менее, надо стремиться пробить в государстве столько брешей и провести туда контрабандой столько рационального, сколько возможно. Карлхен, твоя газета набрала силу, у нее много друзей. Да, милая, но еще больше врагов. Мои статьи вызвали гнев прусского короля. Газета обречена, ее подвергают двойной цензуре. Готовые номера должны приставляться в полицию, где их обнюхивают. Если только полицейский нос почует что-либо не христианское, не прусское, номер газеты не может выйти в свет. Недавно вымарали объявление о новой книге, переводе божественной комедии Данте. Цензор на полях начертал. Нечего из божественного устраивать комедии. Я задыхаюсь. Противно быть под ермом, даже во имя свободы. Противно действовать булавочными уколами, вместо того, чтобы драться дубинами. Мне надоели лицемерие, глупость, грубый произвол. Но хуже всего то, что от меня отворачиваются вчерашние единомышленники. Но ты же скороход, Карл. Им тебя не догнать? Меня обвинили в заигрывании с коммунизмом. Какой вздор! Коммунизм существует сегодня только как идеал. Не опираясь ни на философию, ни на политическую экономию. Я хочу заняться и тем, и другим. Подожди, а газета? Ее закроют. Но Арнольд, Руги и я решили издавать немецко-французский ежегодник. Свободное отечество придется покинуть. А ты хотела бы стать парижанкой? Ну, если только в качестве жены парижанина, я не прочь. Как я истысковался без тебя. Завтра мы с мамой уезжаем в Крейтснах. Как только все решится, я напишу тебе. Ну что ж, я подожду. Дорогой Руги, могу вас уверить без тень романтики, что я по уши влюблен. И при том серьезнейшим образом. Я обручен уже более семи лет, и моя невеста выдержала из-за меня самую ожесточенную борьбу, подточившую ее здоровье. Не могу, не должен и не хочу покинуть Германию без невесты. Буду вам очень признателен, если издание ежегодника вы начнете как можно скорее. Ваш Маркс. Дорогой Маркс, препятствия, которых я опасался, преодолены, средства для издания найдены. Предлагаю тебе пост редактора. Арнольд Руги. Женни! Женни! Как долго тебя не было! А ты была всегда. 19 июля 1843 года в Крейтснах. Желающий ступить в брак доктор философии Карл Генрих Маркс и нереющий занятий Дуанна, Берта, Юлия, Женя фон Вестфален в присутствии свидетелей договорились между собой и определили условия этого брака согласно нижеуказанному. Пункт первый. Я люблю тебя. Имущество каждого является общим имуществом супругов. Я люблю тебя. В том числе и то, какое будет приобретено в дальнейшем. Я всегда буду любить тебя. Пункт второй. Под самую тяжкую твою ношу подставлю я свои плечи. Долги, сделанные каждым до свадьбы, должны быть покрыты раздельно. Вместе. Что бы ни случилось вместе. Всю жизнь. Всегда. Всю жизнь. Всю жизнь. Париж. Другая страна, а болезни те же. Лень, праздность и каторжный труд. Богатство и нищета тех, кто его создает. Извечная мечта тружеников о человеческой жизни и крах всех попыток добиться ее. Я не верил и не верю, что она невозможна. Я должен был изучить историю революции, особенно великой французской, познать причины их поражения и продумать пути к победе. Карл, дорогой, мы опять расстаемся. Эта боль не покидает меня. Кажется, плачет маленькая. Что? Да нет. Женихин уснула. Какое счастье, что вас у меня двое. Может быть, вам никуда не ездить? Карл, ну ты же знаешь. Малышке нужно поправиться, а у мамы в трире ей будет спокойней. Разрешите? Здравствуйте, дорогой друг. Господин Гейн, а мы так часто вас вспоминаем. Я знаю, я чувствую, иначе я не любил бы приходить в ваш уютный дом. Мне кажется, у вас неприятности. Ничего нового. На меня выплеснули очередной ушат грязи. Таков хлеб сатей. Ну, господин Гейн, общество желает, чтобы поэты пели ему хвалу. А тем, кто говорит горькую правду, предпочитают сладкоголосых лжецов. Гордитесь, что вас облили по-моему. Это означает, что вы порядочный человек. Золотите пилюлю. Все равно я вам благодарен. С вами я отдыхаю душой. Не прибедняйтесь. Вы настоящий борец. Иначе вы бы не написали стихов о восстании селесских ткачей. А они вам нравятся? Господин Гейн, ваши стихи не о розах. В них гнев, в них боль. В них призыв к оружию. Нет, нет. Мне омерзителен старый мир. Я могу издеваться над ним, но кровопролития я не приемлю. Ну что ж, в таком случае с вашего благословения этот мир будет жить вечно. Карл! Мой юный друг, я боюсь ваших парадоксов. В них чувствуется сила, а я издерганный больной старик. Не делайте из меня борца, мое ремесло стихи. Только не забывайте, если на земле воцарится рай, во что я не очень-то верю, это произойдет потому, что его придумали мы, поэты. Вот, почитайте. Впрочем, я сам. Бей в барабан, и не бойся беды, и маркетанку целуй вольней. Вот тебе смысл глубочайших книг, вот тебе суть философии всей. Людей барабаном от сна буди, во всю барабань, не жалея рук, маршем вперед, барабаня иди. Вот тебе смысл всех наук, вот тебе Гегеля полный курс, вот тебе смысл наук прямой. Я понял его, потому что умен, потому что я сам барабанщик лихой. Тут есть и другие стихи. Дочитаете без меня? Генрих, это великолепно. Я не убежден. Господин Генрих, мы гордимся тем, что вы наш друг. В вашем доме мне тепло, как нигде. Карл, он очень страдает. Чувствителен ироним, как всякий поэт. Поэтах нужно ласкать, не скупиться на комплименты, иначе они просто не могут петь. К несчастью, мерзавцы, которые затравили его, понимают это не хуже нас. Женни! Да, Ленхин? Женни, все готово, вещи уложены. Нам пора ехать! Ленхин, мы... мы откладывали этот разговор, но сейчас просто необходимо поговорить. Мы с тобой знакомы с самого детства и очень любим тебя. Когда мама отправляла тебя с нами в Париж, она сказала мне, я отдаю вам самое дорогое, что у меня есть. Это Ленхин. Ну, ты не просто помощница в домашних делах, ты полноправный член нашей семьи. Да-да. К чему столько слов? Ленхин, тебе лучше будет остаться в трире. Ежегодник вот-вот закроют. Нам не на что жить и платить тебе нечем. Да. Так, если я правильно поняла, мне члену семьи предлагают покинуть дом, когда в дверь постучалась беда? Ленхин, плохо вы меня знаете, доктор Маркс. Я от вас никуда не уйду. И когда вы мне платили жалование, я кое-что сберегла. вот, можете взять на расходы. Ленхин! Так будет всегда, и не вздумайте мне возражать. Жене, пора ехать. 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 20 июня 1844 года. Трир. Мой дорогой, если б я могла хоть время от времени видеть тебя, знать, что ты здоров и тоскуешь обо мне. А сколько мне нужно тебе рассказать? В Трире царит оживление. Собираются демонстрировать паломникам, хранящийся в Трирском соборе, священный хитон, снятый с Христа перед распятием. По этому поводу открывается 210 новых трактиров, театр, зверинец. В воскресенье весь Трир двинется с места. Ежедневно к процессии будут присоединяться 16 тысяч человек. На каждом доме висят венки из роз. Мой дорогой, когда всё доводится до крайности, верный ли это признак того, что скоро всё полетит вверх тормашками? Или до этого ещё далеко? Судя по всему, Германия всё глубже увязает в грязи. Если даже не испытываешь чувство национальной гордости, испытываешь всё же национальный стыд. Могут спросить, что пользы в этом? Со стыда революции не делают. А я говорю, стыд — это уже революция. Стыд — это своего рода гнев, только обращённый вовнутрь. Перед нами разыгрывают комедию деспотизма. Но государство — слишком серьёзная вещь, чтобы его можно было превращать в орликинаду. Корабль, наполненный дураками, может плыть некоторое время по воле ветра. Но плыть он будет навстречу своей судьбе. И судьба эта — предстоящая нам революция. В один из июньских дней 1844 года в доме Карла Маркса появился издатель немецко-французского ежегодника Арнольд Руге. Руге? Чем обязан визитом? Вот, читай. Вот, читай, читай, читай. Мне надоело, мне надоело каждый день получать из-за тебя пинки. Это естественная расплата за наш ежегодник. Да? Как издатель я полагал, что это будет журнал умеренно радикальный. Да-да-да, чувство меры не вредило ещё никому. В том числе и революционеру. Ой, да ты, ты не могу. Что? Да-да, возомнивший себя, вождём. Ну, интересно, вот кого ты надеешься за собой повезти? Ну, кого? Кучку жалких ремесленников, чьи собрания ты посещаешь с таким упорством. Ну, неужели ты думаешь, что вот эти полтора подмастерья способны совершить революцию? Кстати, о подмастерьях. Вильгельм Вейтлинг — гениальный теоретик, хотя он и портной. Наборщик Прудон — автор первого научного манифеста современного пролетариата. Ну, довольно, можешь не продолжать. С меня довольно. Я считал тебя уравновешенным демократом. А тебя влечёт коммунизм. Это новое христианство, осуществление которого привело бы к гнусной жизни в овечьих загонах. Нет, 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 нет. Твоё необузданное бунтарство делает дальнейшее издание ежегодника, извини, невозможным. Господин издатель испугался собственной смелости. Что? Ты, ты выскочка, нахальный плебей! Благодарю за урок уравновешенного демократизма, господин Руге. Так вот, тебя хотят выслать из Франции. Да-да-да, это я сдерживал их как мог. Я! Но теперь ты заслужил свою участь. Субтитры создавал DimaTorzok Зимой Женя и Карл Маркс встретились в Париже. Здравствуй, любимый. Здравствуй, любимая. Ты стала ещё красивей, хотя это и невозможно. Жизни не хватит, чтобы всё тебе рассказать. Но, Чур, ты первый. Давай коротко и о самом важном. Энгельс. Наконец-то я познакомился с ним. Энгельс? А кто он? Откуда? Сын немецкого фабриканта. Служит в конторе отца. Изучил положение рабочего класса в Англии. Пишет об этом книгу. Пришёл к тем же выводам, что и я. Сейчас он в Германии. Вот его письмо. Почитай. Дорогой Маркс, пока наши принципы не будут развиты в нескольких работах и не будут выведены логически и исторически из предшествующего мировоззрения и предшествующей истории, как их необходимое продолжение, настоящей ясности в головах не будет, и большинство будет блуждать в потёмках. Какая сила ума! Какая смелость в постановке проблем! Я ему написал, что готов немедленно взяться за дело. Ну, что скажешь? То же, что и всегда, любимый. Желаю успеха! В январе 1845 года я получил предписание покинуть пределы Франции и был вынужден вместе с семьёй переселиться в Брюссель. Дорогой Маркс, как только в Германию пришло известие о твоей высылке, я счёл необходимым открыть подписку, чтобы по-коммунистически распределить между всеми нами твои непредвиденные расходы. Само собой разумеется, что я с величайшим удовольствием предоставлю в твоё распоряжение гонорар за мою книгу. Эти собаки не должны радоваться, что причинили тебе своей подлостью денежные затруднения. Передай привет твоей жене, хоть я с ней ещё не знаком. Твой Фридрих Энгельс. Да, этот друг навсегда. Весной 1847 года Маркс и Энгельс примкнули к тайну пропагандистскому обществу Союза Справедливых и реорганизовали его в Союз Коммунистов. Они вступили в Союз при том непременном условии, что из устава будет выброшено всё, что могло бы содействовать суеверному преклонению перед авторитетами. По поручению Второго Конгресса этого Союза Маркс и Энгельс составили вышедший в феврале 1848 года Манифест Коммунистической Партии. Эта небольшая книжечка стоит целых томов. Духом её живёт и движется до сих пор весь организованный, борющийся пролетариат цивилизованного мира. Ленин. 1848 год. Революция в Италии, затем в Париже, где был свергнут Луи Филипп. Бельгийские рабочие тоже решили, что настало время взяться за оружие. Поздно ночью к нам в дом врываются два человека. Им предписано арестовать Карла. В ужасе я бегу вслед за ним и вдруг меня хватает стража и бросает в тюрьму. На другой день после трёхчасового допроса жандармы выпроводили меня и под вечер я вернулась к трём моим малюткам. Сам Карл вернулся несколько позже с предписанием тотчас же покинуть Брюссель. Париж снова был открыт для нас. Туда, туда, твердили мы, под солнцем новой революции. Так мы уезжали из Брюсселя после трёхлетнего пребывания там. Был мрачный, холодный день и мне стоило многих усилий согреть детей, младшему из которых едва исполнился год. Субтитры создавал DimaTorzok После мартовской революции 1848 года в Германии Маркс и Энгельс переехали в Кёльн. Там они начали издавать новую Рейнскую газету. Главным редактором её был Маркс. Ни одна из немецких газет не обладала подобным влиянием, покоряя своей смелостью и правдой. Французская буржуазия потопила в крови июньское выступление парижских рабочих. Оживилась реакция и в Германии, но голос новой Рейнской газеты продолжал звучать с прежней силой. Прусское правительство стянуло в Рейнскую провинцию треть своих войск. В Кёльне было объявлено осадное положение. Газета была запрещена. Но в знаменитом, пылающем, как факел, последнем номере, напечатанном красной краской, редакция обратилась к читателям с прощальным словом. Кёльнские рабочие, революция временно отступила. Редакторы газеты, прощаясь с вами, благодарят за выраженное им участие. Их последним словом всегда и повсюду будет освобождение рабочего класса. Получив полицейский приказ покинуть пределы Германии, я уехал в Париж. Женя с тремя малышами отправилась в Трир, а Энгельс принял участие в восстании в Бадене. Дорогая госпожа Маркс, я участвовал в четырех сражениях и убедился, что хваленое мужество в атаке самое заурядное качество, которым может обладать человек. Свист, пуль, сущие пустяки. Где-то в Бадене я услышал, что Маркс арестован в Париже. Надеюсь, что это неправда. Я часто думал, что под прусскими пулями я подвергаюсь гораздо меньшей опасности, чем наша в Германии и в особенности Маркс в Париже. Избавьте меня скорее от этой неизвестности. Ваш Энгельс. Я и сама долгое время ничего не знала о Карле, таская страх за любимого мужа, а вдобавок общие страдания и поражения, которые душили нашу партию. Скоре я получила известие от Карла из Парижа и отправилась к нему с детьми. Новости, новости, господа, последние новости. Разгром демонстраций в Париже, усмирение венгерских мятежников, приговоры военно-полевого суда в Бадене. Последние новости, господа, в Италии царит порядок смерть побежденным. Авве Мария, сохранится мир бедной Франции. Месье, медам, читайте брошюры, читайте, читайте брошюры, месье. Французы, партия порядка с Божьей помощью хочет открыть вам глаза на тех, кто унес ваш покой. Они называют себя коммунистой. Коммунист это неча на бег, это коммунист. Мутные бегающие глаза, как глаза свиньи, низкий сдавленный лоб, крупные губы, признак низких страстей, толстый широкий нос, грубые черты лица, вот характерные черты, которые вы найдете у большинства коммунистов. На их лицах написана глупость учений и идей, которыми они живут. с умным врагом мы поборемся сами, но избави нас, Боже, от дураков. 1849 год. Дом Карла Маркса. Женни, Карл, приходил полицейский сержант с предписанием. Карл Маркс и его семья должны покинуть Париж в течение 24 часов. Подлость, какая подлость, черт их возьми. Найдем пристанище в Лондоне. Ну, почему я должен как агосфер скитаться по всему свету? Их последним словом всегда и всюду будет освобождение рабочего класса. Это, по-вашему, произойдет само собой, господин бывший редактор? Спасибо, Ленхен. Ну что, Карл, снова в путь? В путь. В путь. Кончался 1849 год. Изгнанный из Парижа Маркс с женой и тремя детьми переехал в Лондон. Здесь родился его четвертый ребенок, сын Генрих. Энгельс после тщетных попыток найти работу в Лондоне переехал в Манчестер и поступил конторским служащим на фабрику своего отца. Англия кокетничала своей свободой и множество эмигрантов из разных стран, спасаясь от полицейских преследований за свое участие в разгромленной революции, устремились туда. Ежедневно в Лондон пребывали тысячи эмигрантов. Но различные партии разошлись друг с другом и даже среди коммунистов со временем произошел раскол. Период лондонской эмиграции был одним из самых тяжелых в жизни Маркса и его семьи. Для оказания помощи эмигрантам был организован комитет по сбору средств в пользу нуждающихся. Возглавлял его Маркс, но нуждались практически все. Говорят, комитет собрал колоссальную сумму, но мне с семьей досталось всего пять фунтов. А моему мужу два. Правда, у нас нет детей. Распределял деньги Маркс. Интересно, сколько он оставил себе? Его приспешники уверяют не Пенса. Обман! Не для того они с Энгельсом заварили кашу, чтобы остаться без брыжа. Лондон. Квартира Карла Маркса. Дорогой господин Вейдемейр, прошу вас, как можно скорее пришлите нам деньги, которые поступили или поступят за выпуск обозрения. Мы в них очень, очень нуждаемся. Мало кто знает, как мы провели последние годы. Опишу вам хотя бы один день нашей жизни. Однажды я кормила моего младшего сына, больного Генриха, как вдруг появилась наша квартирная хозяйка. Она требует уплаты пяти фунтов стерлингов, которые мы задолжали, так как денег у нас не оказывается. Является судебный пристав и описывает все наше небольшое имущество, включая колыбели и игрушки. Нам помог один друг, мы заплатили за квартиру. Продав все наше небольшое имущество, чтобы рассчитаться с аптекарем, булочником, мясником и молочником, мы переехали в наши теперешние две комнатки. Моего мужа замучили самые мелкие житейские заботы. Потребовалось все его спокойное, твердое сознание собственного достоинства для того, чтобы выстоять в этой ежедневной и ежечасной борьбе. Он не знает, что я пишу вам, поэтому вы не ссылайтесь на эти строки. Я уверена, что вы используете их как наш самый чуткий и внимательный друг, ваша Женя Маркс. Женя! Ленхен, такой холод, а у нас в комнате не теплее, чем на улице. Женя, топить больше нечем. Но ты же умеешь разговаривать с угольщиком. Он отказался давать нам в долг. Что же нам делать? Женя, Карл такой же эмигрант, как и все. Ну пусть эмигрантский комитет поможет ему. Это невозможно. Карл сам создавал комитет и по его предложению никто не может взять из этой кассы ни пенс. Ну вот, пусть он исходит к угольщику, а заодно и к булочнику с мясником. А я вместо него посижу с больным Генрихом. Бедный мальчик. В испалении легких эти судороги. Я так боюсь за него. Что? Карл, что? Генрих? Нет. Субтитры создал DimaTorzok Что скажете, Виллих? До каких пор вы с Энгельсом будете вставлять нам палки в колеса? Вы имеете в виду вашу кёльнскую авантюру? Я революционер. Я поднимал повстанцев Бадена. Ваш Энгельс ходил у меня в адъютантах, и именем революции я отправил приказ войскам кёльнского гарнизона. Им предписывалось восстать, смести все военные и гражданские власти и расстреливать их в случае необходимости. А бравое прусское воинство по-прежнему продолжает попойки на зелёных берегах Рейна. А это уже ваша вина. Вы, попирая все принципы демократии, запретили отправку дальнейших приказов и тем самым погубили революцию на корню. Революция была разгромлена год назад. Мы способны снова поднять людей. В эпоху реакции это значит обречь их на гибель. Господа теоретики боятся жертв. Бессмысленные жертвы приносят глупцы. Так что же вы предлагаете? Вы предлагаете нам вместо того, чтобы заняться революцией, удалиться спать? Трус! Вилих, в студенческие годы я был фехтовальщик и дуэлянт. Когда прислать секундантов? С вами дуэли не будет. Потрудитесь убраться вон. Дорогой Энгельс, сегодня умер наш маленький Генрих. Из-за твоего отсутствия мы чувствуем себя очень одиноко. Моя жену мучает мысль, что несчастное дитя пало жертвой материальной нужды. Дорогой Вайдемейр, материал, над которым я работаю, дьявольски обширен. То, что я сделал нового, состоит в доказательстве следующего. Что существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Что эта диктатура сама составляет переход к уничтожению классов и к обществу без классов. Слыхали? Вместо того, чтобы готовить людей к восстанию, он взялся за изучение политической экономии. Ничтожный схоласт. Копаться в бумагах и ничего не делать для революции он может только живя за наш счет. А еще теоретик. Надо поговорить с мужем. Пусть напишет в газете. Народ должен знать, кто рвется в вожди. Карл, ты читал сегодняшние газеты? Опять это эмигрантская грязь? Да нет, ты только послушай. В то время как эмигранты, эти пламенные борцы революции, голодные, ночуют на скверах, Маркс в своих роскошных апартаментах предается сытости и безделью, похитив средства эмигрантского комитета. Да, ни одна революция не выбрасывала на поверхность такого пустоголового сброда. Дорогой Маркс, ты сейчас находишься в том завидном положении, когда тебя атакуют сразу оба материка, а этого даже с Наполеоном ни разу не случалось. Но если серьезно, то что останется от всех этих сплетен и пересудов, которые может распространять о тебе вся эмигрантская чернь, когда ты ответишь на это своей политической экономией? Как защититься от клеветы? Всем членам Союза коммунистов. Маркс, как всякому известно, ни единой строкой не напоминал общественности о своих личных жертвах для революции. Наоборот, ничто бы не могло возмутить его больше, чем сострадание обывателей. Так пусть же, наконец, партия знает цену всем нападкам на его личность. Маркс и Энгельс с 1834 года безвозмездно работает для целого ряда печатных органов в Англии, Бельгии и Париже. Более того, Маркс затратил несколько тысяч таллеров из своих собственных средств на вооружение рабочих в Брюсселе, где предстояла революция, на отправку в Германию друзей для ведения революционной деятельности и, наконец, на нужды новой Рейнской газеты. И в течение ряда лет живет на грани нищеты. И если партия позволит, чтобы всякие мерзавцы клеветали на таких людей, как Маркс, который принес в жертву партии не только свой труд, положение, но и состояние и спокойствие своей семьи, тогда эта партия заслужит того, чтобы каждый произнес ей свой приговор. Больше трех фунтов наш ломбард не дает. Где ваш заклад? Вот. Что это? Фамильное серебро. Чей на нем герб? Герцогов аргайлских. А если я позову полицию? Мне придется сообщить, что моя жена находится с ними в родстве. Род Аргайл древнейший в Шотландии. Никто никогда за всю историю не закладывал этот герб. Передайте жене мое искреннее сочувствие. Она в нем не нуждается. Четыре фунта. Через две недели вернете пять. И скажите спасибо, что я вам поверил без полиции. Музыка. 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 Друзей не приходилось просить о помощи. Они приходили сами. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Маркс. Лесснер. Я очень рад. Прошу вас, чем могу быть полезен. О, у вас, я вижу, очень много книг, но не слишком большие заработки. Да, вы знаете, я тоже это заметил. Да, но не теми глазами, что я, портной. У вас, у вас нет денег, чтобы сшить новый сюртук. Так позвольте, я отремонтирую ваш старый. О, я, я прошу вас на правах нашего давнего знакомства. Я прошу вас, как коммунист коммуниста. Спасибо, спасибо, Лесснер. Вы меня очень обяжете. Ну, да. А как нам быть сюртуком бедного Энгельса? О, точно так же, как с вашим. Да. К сожалению, в последний его приезд я ничего не успел. Но в следующий раз я вам обещаю, господин Энгельс у меня будет одет, извините, как король. Вот и отлично, отлично. Только не чувствуете вы себя придворным, портный. Это не по-коммунистически. О, вы подумайте, господин Энгельс сказал мне то же самое, слово в слово. Ну вот, вот видите, что значит единство взглядов. Да, 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 да. Ну, извините, с вашего позволения, я в воскресенье. Благодарю вас. В воскресенье. Я буду ждать. Из переписки Женни и Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом. Дорогой Энгельс, я настолько стеснен в деньгах, что не могу наклеить марку на это письмо. Три четверти моего времени уходит на беготню, чтобы раздобыть несколько грошей. Вот уже неделя, как я дошел до такого приятного положения, что больше не выхожу из дому, так как мои сюртуки унесены в ломбард. Жена моя больна, Женихин больна, Ленхин больна. Денег нет. Я не могу пригласить врача. В течение десяти дней моя семья кормится хлебом и картофелем. А сегодня еще сомнительно, смогу ли я достать и это. Дорогой господин Энгельс, изобразить вам, что у нас происходит, я просто не в состоянии. Можете вы нам хотя бы что-нибудь прислать? Булочник заявил, что с пятницы он перестанет отпускать нам хлеб. Вчера его атаку удалось отбить маленькому мужу. Когда булочник спросил его, мистер Маркс дома, мальчик ответил нет, его в кабинете нет. И, схватив подмышку, наш хлеб умчался и рассказал обо всем отцу. К несчастью, у нашего маленького мужа обнаружены признаки неизлечимой болезни. Если бы мы могли оставить эту тесную и нездоровую квартиру и отвезти ребенка к морю, может быть, его удалось бы спасти. Но об этом нельзя даже и мечтать. Ни одна европейская газета не соглашается печатать статьи Карла. Свои страницы ему предоставила лишь Нью-Йоркская трибуна. Карл пишет для этой газеты, отрываясь от научных занятий, и за каждую статью он получает всего лишь два фунта стерлингов. Разве этого может хватить на жизнь? Вы извините меня за это письмо, но мне просто больше не к кому обратиться. Дорогой Маркс, если бы только можно было переселить тебя и твою семью в более здоровый район и в более просторное помещение, постараюсь достать для тебя немного денег в ближайшие дни. Твой Фридрих Энгельс. Дорогой Фридрих Энгельс, не знаю, как благодарить тебя за то, что ты пишешь статьи для Нью-Йоркской трибуны вместо меня и за твое участие к мальчику. Но нашего бедного мужа больше нет в живых. Мой дом опустел и осиротел со смертью мальчика, который был его душой. Я перенес уже много страданий, но только теперь я знаю, что такое настоящее горе. Чувствую себя совершенно разбитым. К счастью, со дня похорон у меня такая безумная головная боль, что я не могу ни думать, ни видеть, ни слышать. При всех ужасных муках меня поддерживает мысль о твоей дружбе и о том, что нам с тобой предстоит сделать на свете кое-что разумное. Год спустя я с тремя дочерями уехала на родину в Трир. Моя любимая, снова пишу тебе, ты вся передо мной как живая. Я ношу тебя на руках, покрываю поцелуем из головы до ног, падаю перед тобой на колени. я люблю тебя. Я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр. Моя любовь к тебе, каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые прекрасные воспоминания моей жизни. Даже мои бесконечные страдания читаю я на твоем лице. И я преодолеваю эти страдания, когда покрываю поцелуями в твое дорогое лицо. Прощай, любимая. Тысячу и тысячу раз целую тебя и детей. Из переписки Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Дорогой Фред, я решил пополнить в своей высшей степени недостаточные познания в области прусской истории. Поистине, всемирная история никогда не производила ничего более ничтожного, при этом в списке правителей всегда три характерных типа, чередующихся, как день и ночь. Ханжа, унтер и скоморох. Все это отвратительно. Я работаю, как бешеный. Я открыл ряд неожиданно новых вещей. Я опрокинул все учение о прибыли в его прежнем виде. Никогда у меня не было такого тяжелого приступа печени. Может быть, ты приедешь ко мне отдохнуть? Если посланный мною банковский билет расставил, дай знать. Если же остались деньги на дорогу, приезжай немедля. Моему злейшему врагу не пожелал бы я пробираться сквозь трясину, в которой я барахтую с величайшим бешенством, ибо из-за гнуснейших мелочей гибнет мой интеллект и утрачивается моя работоспособность. Моя рукопись к критике политической экономии готова, но не может быть отправлена издателю, потому что у меня нет ни гроша. Вряд ли кому-нибудь из экономистов приходилось писать о деньгах при таком отсутствии денег. Ты очень хорошо сделал, что так ясно раскрыл мне свои затруднения. По моим подсчетам тебе нужно тотчас же 50-60 фунтов. Из этой суммы 30 фунтов высылаю сегодня. Остальные как достану. Дорогой Мавр, самое важное это скорейшее написание твоего капитала. Ну, отнесись хоть раз менее добросовестно к своей работе. Главное, чтобы вещь была написана и вышла в свет. Я прекрасно учитываю все твои помехи, но очень хорошо знаю, что причиной задержки всегда является твоя собственная скрупулезность. Вот уже много лет моя черепная коробка не работала так хорошо, как сейчас, при всей окружающей меня нищете. Я открыл ряд неожиданно новых вещей. Кстати, Дарвин, которого я вновь посмотрел, в мире животных и растений узнает свое английское общество с его конкуренцией и борьбой за существование. 11 марта 1861 года Моя дорогая госпожа Вайдемейр, я рада, что вы по-прежнему дружески нас вспоминаете, впрочем, как и мы вас. Да разве это и возможно, чтобы такие старые партийные товарищи и друзья, которым судьба уготовила почти одни и те же страдания и радости, стали когда-нибудь чужими друг другу. Рискуя прослыть в ваших глазах самодовольной матерью, я должна похвастать достоинствами своих дочерей. У них чрезвычайно доброе сердце, поистине очаровательная скромность и девичья застенчивость. Они свободно владеют английским языком, хорошо говорят по-французски, по-итальянски читают Данте, понимают так же и по-испански, я стараюсь говорить с ними и по-немецки. Ой, девочки доставляют нам массу радости, а их младшая сестренка это кумир и баловень всего дома. Вы извините, у меня куча дел, и я окончаю это письмо. Мои девочки шлют сердечный привет вашим милым детям, я низко кланяюсь вам. Будьте мужественны и стойки в тяжелые дни, мужественным принадлежит мир. Ваша Женя Маркс Данте. 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 Дочери Маркса сыграли заметную роль в рабочем движении. Женя была талантливым публицистом. Лаура переводила на французские сочинения Маркса и Энгельса. Элеонора работала в английских профсоюзах. Маркс, как магнит, притягивал к себе самых пылких борцов за свободу. Десятки революционеров были его друзьями или состоялись с ним в переписке. Однажды, по поручению французских секций интернационала, Маркса посетил Поль Лафарк. Лаура, пока он в гостиной, как тебе нравится этот нескладный парень? А ты считаешь, что он нескладный? Да еще бы. Он только и делал, что сшибал стулья. А когда курил, то плевал в камин. А я не заметила. Приглядывайтесь к людям, мисс Кокодун. У тебя бывает столько людей? Ну, этот был к вам внимательнее всех других. А вот он и сам. Идите сюда, Лафарк. Ну, видишь, Лаура, я не ошибся. Но насчет камина это выдумка от начала и до конца. Я оставлю вас. Обещал дочерям бросить курить, но пока не могу. Дымлю день и ночь. Боюсь, что капитал не вернет мне даже того, что было затрачено на сигары, выкуренные во время работы над ним. Доктор Маркс, вы уже закончили работу над капиталом? Нет, не хватает ни сил, ни времени. Но, может быть, вы покажете мне то, что уже написано? Нет, не покажу, ни строчки. Пока не будет завершено все до последней запятой. Дорогой Лафарк, разрешите сделать вам следующее замечание. Первое. Если вы хотите продолжать свои отношения с моей дочерью, то нужно будет отказаться от вашего метода ухаживания. На мой взгляд, истинная любовь выражается в сдержанности, скромности и даже робости влюбленного в отношении к своему кумиру, но отнюдь не в непринужденном проявлении страсти и выказывании фамильярности. Если вы сошлетесь на свой темперамент, моим долгом будет встать между вашим темпераментом и моей дочерью. Второе. Прежде чем окончательно определяться ваше отношение с Лаурой, мне необходимо иметь полную ясность о вашем материальном положении. Вы знаете, что я принес все свое состояние в жертву в революционной борьбе. Если бы мне нужно было снова начинать свой жизненный путь, я бы сделал то же самое. Только я не женился бы. И поскольку это в моих силах, я хочу уберечь мою дочь от рифов, о которой разбилась жизнь ее матери. И третье. Если бы вы захотели вступить в брак сегодня же, этого не случилось бы. Вы должны стать сложившимся человеком, прежде чем помышлять о браке. Жду вашего ответа. Все кончилось благополучно. Мы решили, что поженимся, как только Поль завершит образование. Два года спустя я стала его женой. Нет, их жизнь не была благополучной. Они отдали ее всю без остатка французской рабочей партии. Но прекрасный медик Лафарк бросил занятия медициной, когда она казалась бессильной перед лицом смерти, унесшей их троих детей. А финал был еще трагичнее. Достигнув преклонного возраста, когда они уже не могли больше работать и, как им казалось, перестали приносить пользу, Лаура и Поль Лафарк, люди высочайшего душевного целомудрия, чтобы не быть в тягость партии, покончили с собой. Но это случилось в 1911 году. Вернемся в 1866 Карл, тебе письмо. Спасибо, Женя. Спасибо. Женя, есть шансы разбогатеть. Моей персоной заинтересовался бисмарк. О! Государственный вестник желает иметь ежемесячные отчеты о движении денежного рынка. Здесь полагают, что никто этого не сделает лучше, чем вы. Тот, кто хочет работать в пределах государства, должен примкнуть к правительству. Совершенным уважением и преданностью правительственный советник Лоттер Бухер. Маркс на службе у бисмарка. А? Ну и что же? Компромисс в разумных пределах. Лишь бы он не обернулся предательством. Кто посмеет меня упрекнуть? Ты ответишь этому господину? Да. Что ты ему ответишь? Нет. Из переписки Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Дорогой Фред, опять заболел. На этот раз дело шло о жизни. Врачи говорят, причина рецидива чрезмерная ночная работа. Ты должен наконец предпринять что-нибудь разумное. Брось работать по ночам и видеть более размеренный образ жизни. Если бы у меня было достаточно денег для моей семьи, если бы моя рукопись была готова, мне было бы безразлично сегодня или завтра быть выброшенным на живодерню. Но при вышеупомянутых условиях это пока невозможно. если ты отправишься к праотцам, то что будет с твоей книгой и твоей семьей? Тебе незачем беспокоиться обо мне. Завтра, самое позднее, послезавтра я не только встану, но даже смогу выходить. Доктора решительно держатся того мнения, что тебе как минимум на четыре недели нужно отправиться к морю. Денег я тебе раздобуду. С болезнями нужно покончить, иначе ты не сможешь работать. Ну, сделай, наконец, одолжение. Позволь себя лечить. Мне нет и не будет покоя, пока я тебя не вытащу из этой истории. Дорогой Мавр, пора, наконец, поставить точку в твоем капитале. И вот точка была поставлена. 12 апреля 1867 года Карл вручил рукопись первого тома издателю. КОНЕЦ 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 ДОЧЕРЬМИ. КОНЕЦ КОНЕЦ ДОЧЕРЬМИ ДЕВОЧКИ ДЕВОЧКИ ЛЕНХИН КОНЕЦ 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 Сервантес. Сервантес. Дидро. Ваш любимый герой. Из литературы? Нет, из жизни. У меня кофейник, он придает нам бодрость. Криолан. Грибайте. Спартак. Ваше любимое изречение. Не принимай ничего всерьез. Ну, это я хотела сказать. Ну, сказала я. Познай себя, будь верен себе. Ничто человеческое мне не чуждо. Ваш любимый девиз? Никогда не отчаивайся через тернии к звездам. Истина превыше всего. Подвергай все сомнению. Ваша отличительная черта? Повышенная чувствительность. Любопытство? Постоянство. Нерешительность? Единство цели. Ваше представление о несчастье? Зубная больная. Зависимость от других? Презрение к себе? Чувство своей вины? Подчинение. Ваше представление о счастье? Здоровье? Сознание, что ты любимая? Борьба. Борьба. Из переписки Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Дорогой Фридриха. Мою книгу замалчивают. Это удручает меня. Остается делать то, что делают русские. Ждать. Терпение. Вот основа русской дипломатии и успехов. Но наш брат-немец может околеть, не дождавшись. Через несколько дней мне будет пятьдесят лет. Если прусский лейтенант жаловался тебе уже двадцать лет на службе, а все еще лейтенант, то я могу сказать, полвека тяну лямку, а все еще нищий. Дорогой Мавр, как бы то ни было, поздравляю тебя с полувековым юбилеем, от которого и меня отделяет лишь небольшой промежуток времени. Какими же юными энтузиастами были мы двадцать пять лет тому назад, когда воображали, что к этому времени мы уже давно будем гильотинированы. Я согласился быть представителем русских в Генеральном Совете Интернационала. Но чего я никогда не прощу молодцам, это то, что они в своих письмах превратили меня в почтенного. Они, очевидно, считают, что мне что-то около ста лет. Хотя, по совести говоря, моя борода с каждым днем все белеет и белеет. Не говори мне о седых волосах, их у меня тоже предостаточно. Но подобающая солидность так и не приходит. После того, как Лаура уехала, Марксу стала помогать Элеонора. Мой повелитель, ввиду того, что ваш личный секретарь Лаура выйдет замуж за господина Лафарго, пребывает теперь в Париже, я взяла секретарские обязанности на себя. Спасибо, Элеонор, спасибо. Вот, извольте прочесть, что пишут о вашей книге. Так, что это? Это Арнольд Руге. Ага, давнишний противник. Так, капитал представляет эпоху. Исследования о прибавочной стоимости классические. Книга будет иметь могущественное влияние. Впадает в крайность, как всегда. А это что? Это Людвиг Фейербах. Так. Ух, потрясен титаническим размахом. Переборщил, переборщил. Мавр, трепещи. Политический преступник, беглый бунтовщик, красный разбойник из трира Карл Маркс, укрывшись в Лондоне, терроризирует своей книгой все слои низших классов. Да, ничего не скажешь точно. Стена пошатнулась, Мавр. Я поздравляю тебя. Да, стена пошатнулась. Здравствуйте, доктор Маркс. Здравствуйте. Лопатин Герман Александрович. Я правильно выговариваю ваше имя? Ваши успехи в русском языке поразительны. Занимаясь экономикой России, я просто обязан изучить русский. К тому же рад помочь вам, как переводчику капитала. Я принес еще несколько глав. Вот так. Я сейчас же их просмотрю. Да, кстати, я обнаружил никому в Европе неизвестное имя. Чернышевский. Я его ученик. И вы ничего не сказали мне о нем? Из всех современных экономистов Чернышевский – единственный оригинальный мыслитель. Как случилось, что ни один русский не познакомил Европу с этим ученым? Политическая смерть Чернышевского – это невосполнимая потеря для всего научного мира. Вы правы, доктор Маркс. Да, и такой человек томится в сибирской ссылке. Неужели ничего нельзя изменить? Доктор Маркс, если обстоятельства не позволят мне, у меня есть друг, Николай Францович Даниэльсон. Он мог бы перевести капитал не хуже меня. Да, но вы же хотели работать сами. Мы реолюционеры. Мало ли что может быть. Да. Не совершайте опрометчивых поступков. Постараюсь. Постараюсь, чтобы вам не в чем было упрекнуть русских. Немногих людей я так люблю и так уважаю, как его, сказал о Лопатине Маркс. При попытке организовать побег Чернышевского, Герман Лопатин был схвачен и заключен в Иркутский острог. Впоследствии за свою революционную деятельность его приговорили к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением. А в февральские дни 1917 года на улицах Петрограда можно было встретить седого старика, который жадно всматривался в лица демонстрантов и не прятался, когда попадал под обстрел. «Быть сраженным пулей в этот торжественный день на склоне моей жизни я счел бы за счастье», – писал Герман Александрович Лопатин. Весной 1869 года Элеонора отправилась в Манчестер и часть лета провела у Энгельса и его жены. Элли! Милая Элли! Ты знаешь, какой завтра день? Я его ждал 20 лет. Наконец-то продал фирму. Завтра в последний раз иду в контору и… Здравствуй, свобода! Я свободный человек, Элли! Я счастлива за тебя, генерал! Перееду в Лондон, поближе к Мавру. Мы будем видеться каждый день. А сколько я буду работать? Мне уже 50. А нужно еще так много успеть. Ты что-то задумал? Как тебе понравится, скажем, такая проблема? Диалектика природы. Книгу? Ты хочешь написать книгу? Буду свободным, напишу три дюжины книг. Бедный генерал! 20 лет батрачил на этого противного Мавра! Как сказал бы сам Мавр, я работал для человечества. Все равно. Да здравствует свобода! Ура! Ура! Книга! 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 Лондон! В доме Карла Маркса! Здравствуй, Мавр! наконец-то фред теперь до конца твои ближайшие планы философия и естествознания философия истории военной наука всего сразу не расскажешь беда с твоей эрудиции сосредоточиться на чем-нибудь одном а ты все еще куришь бросил в очередной раз как сказал ларош фуко когда пороки покидают нас мы стим себя надежды что это мы их покидаем слушай мы протоптали две дорожки до этом ковре когда я сюда наезжал еще из манчестера ты представляешь что будет теперь двум смертям не бывать двинемся дальше каждый по своей диагонали кажется это единственный случай когда наши пути расходятся черт побери я презираю сантиментальность и все-таки как хорошо что мы есть друг у друга до завтра мавр до завтра фред парижская коммуна первая в истории человечества диктатура пролетариата в июле 1870 года началась франко-прусская война интернационал обратился с воззванием ко всем рабочим мира как бы не кончилась эта война союз рабочих всех стран искоренит всякие войны международным принципом нового общества будет мир ибо у всех народов будет один и тот же властелин труд французская армия терпела поражение за поражением 2 сентября произошла седанская катастрофа во франции была объявлена республика вооруженные рабочие изгнали буржуазию и 18 марта 1871 года передали власть избранной народом коммуне правительство тьера бежала в версаль жюль валес писал те дни точно синяя река разливается революция величавая и прекрасная этот трепет этот свет звуки медных труп огни надежд аромат славы все пьянит и переполняет гордостью и радостью победоносную армию республиканцев о весенний париж мы взяли реванш за 20 лет поражений и страданий обними меня товарищ в твоих волосах седина как и у меня и ты малыш играющий за баррикадой этот день раскрыл перед тобой прекрасное будущее сын отчаявшихся ты будешь свободным коммуна тратит слишком много времени на мелочи и личные счеты видно что наряду с влиянием рабочих есть и другие декреты коммуны о передаче заводов и фабрик товариществом рабочих об одинаковый для мужчин и женщин оплате за равный труд о восьмичасовом рабочем дне о всеобщем обязательном обучении крупнейшей политической ошибкой явилось то что коммуна с непонятным благоговением остановилась перед дверьми французского банка пруссия непременно поможет версальцам ускорить взятие парижа поэтому будьте настороже концу мая 1871 года коммуна была разгромлена она жила семьдесят два дня под синим небом на прекрасных улицах прекрасного города парижа расстреливали рабочих две с половиной тысячи коммунаров было убито в бою 30 тысяч перебита после боя именно в эту страшную неделю кровавой расправы над коммунарами простой рабочий эжен патье пишет бессмертные строки интернационала он решает писать не плач по ушедшим а боевой марш для живых и для тех кто будет жить он пишет песню надежды вставай проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов париж рабочих с его коммуны всегда будут честовать как славного правовестника нового общества его мученики навеки запечатлятся в великом сердце рабочего класса его палачей история пригвоздила к позорному столбу выше голову карлхин опять разгром ну значит не время ты сделал что мог газетные писаки подняли злобный вой они называют коммуну делом рук вождя интернационал глупцы римской папа проклял интернационал французский парламент объявил его вне закона бисмарк грозит нам крестовым походом бакунин подрывает нас изнутри и все-таки вечно будет жить кому жени мы работали не напрасно карл отдохни карл давай-ка сыграем шахматы я проиграл тебе 10 партий подряд я боюсь что мне уже не отыграть да говори скорее что сказал доктор ленхин уже не рак может быть нет надежды нет никакой о чем вы там шепчетесь о шахматах я проиграл наш ленхин 10 партий подряд да но зато он вывел философскую сущность этой древней игры как игра шахматы слишком серьезные но как серьезное занятие это всего лишь игра может быть доктор маркс хочет взять реванш хочет хочет но и прекрасно карл иди в гостиную елена сейчас придет ленхин доктор ничего не нашел но я-то знаю откуда у меня эти боли меня ждет долгая и мучительная смерть нет я готова но только бы не догадался карл у него мало сил а ему надо закончить книгу осенью 1881 года когда мама была уже настолько больна что лишь изредка вставала с постели мавр заболел воспалением легких я и ленхин ни разу не легли спать в течение трех недель и мавр одолел болезнь никогда не забуду то утро когда он почувствовал себя достаточно окрепшим чтобы подойти к маме вместе они снова помолодели это были любящая девушка и влюбленный юноша а не надломленный болезнью старик и умирающая слабая женщина навеки прощавшаяся друг с другом карлхин мои силы сломлены прощай моя жизнь нет нет это невозможно мы не расстанемся наша любовь страдания счастье работа борьба все чем мы жили остается со мной спасибо любимая за это богатство я люблю тебя это я первая сказала тебе нет я нет я тебя называют самой красивой девушкой триро это правда но только наполовину с твоей красотой может сравниться твой ум каждый новый год встречали мы этим вальсом почти сорок лет я возьму их с собой я люблю тебя люблю сильнее чем любил когда-то венецианский мавр я люблю тебя в этом весь мой дух вся моя жизнь карлхин прощай прощай из писем карла маркса к дочерям 7 декабря 1881 год моя дорогая хорошая женихин ты конечно понимаешь что мне сейчас не до писем перед смертью глаза мамы были выразительнее прекраснее лучезарнее чем всегда второй том капитала над которым я собираюсь работать как только буду в силах я хочу посвятить нашей дорогой маме так как в лондоне стоит скверная погода то по предписанию врачей я должен уехать вентнор а оттуда дальше на юг а теперь любимое дитя мое лучшее что ты можешь для меня сделать это хорошенько следить за своим здоровьем надеюсь прожить с тобой еще много хороших лет и достойно выполнить свои обязанности дедушки твой верный олдник вентнор 9 октября 1882 год дорогая лаура кашель все еще тяготит меня мне нужно во что бы то ни стало как можно скорее покончить с ним дабы вновь обрести работоспособность с большой тревогой жду от тебя известия о состоянии здоровья женихин прощай кокоду олдник дорогая элеонора из письма лауры я вижу что у женихин вновь вспыхнуло воспаление если не принять меры я опасаюсь самого худшего дорогая элеонора письмо ла фарга успокоила меня в отношении женихин видимо непосредственная опасность миновала погода здесь отвратительная но я думаю что сегодня моя прогулка эли наша женихин умерла от этого удара отец уже не пришел в себя 14 марта 1883 года он уснул в своем кресле чтобы никогда не проснуться перестал мыслить величайший из современных мыслителей человечество стало ниже на одну голову для борющегося пролетариата Европы и Америки для исторической науки смерть этого человека неизмеримая потеря подобно тому как Дарвин открыл закон развития органического мира так Маркс открыл закон развития человеческой истории но этого мало ибо Маркс прежде всего был революционер борьба была его стихией и имя его и дело переживут века переживут века и не не Субтитры создавал DimaTorzok